Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на продолжение прохождения игры Need for Speed Heat. В общем-то, ребята, оказывается, в конце прошлой серии у нас закончилась первая глава, вот такая вот фигня. И, ребята, в общем-то, только-только я выехал с гаража, и, как я смотрю, здесь даже прям какой-то новый район для нас открылся, Кастильский мыс какой-то, но это всё ерунда. Да, что мы сегодня с вами, ребята, будем делать? Сегодня мы, как я понимаю, будем знакомиться с новым чуваком, но я его почему-то нигде не вижу. А где ты есть, друг? Ты мой прелестный. Я вот смотрю, здесь ещё какая-то территория имеется. А, вот она же где находится, и, как я понимаю, он только ночью, что ли, работает? Хотя нет, его и днём, в принципе, можно найти тоже. Так, у нас там никаких нигде стендов перемещения ничего нет, на заправку мы тоже переместиться не сможем, поэтому нам придётся это всё расстояние проезжать. Бляха-муха, это дохерища реально. Ну, давайте перейдём хотя бы к этому гаражу, да, то есть, как я говорил, днём здесь, в принципе, можно переходить в любое место открытое. Ну, именно вот эти маленькие гаражики, шалаши, давайте их будем называть так. Ну, уже отсюда мы с вами поедем. А, ребят, в конце прошлой серии у меня, короче, сели батарейки на геймпаде, и сейчас я... Вообще, не знаю, ну, реально, современные проблемы требуют современных решений. Я просто взял геймпад, подсоединил через пауэрбанки, он работает. Ха-ха-ха-ха, я в шоке на самом деле. И сейчас же вот там ещё вышел Xbox One Elite Controller 2, вторая его, так скажем, вторая его реинкарнация, что ли, не знаю, как это правильно сказать, вторая версия, там, вторая ревизия, не знаю, называйте её как хотите, и там аккумулятор встроенный. То есть, если он сядет, то, скорее всего, если у вас приставка стоит далеко, как в данном случае у меня, да, то, скорее всего, придётся именно прибегнуть к помощи пауэрбанков. Вот так вот, вот таким вот хитрым образом сидеть и играть. Ну, почему бы нет, как бы всё нормально работает, всё нормально играется, и всё здорово, хорошо и круто. А этот чувак, как мне сказали, типа, нацелен на технику, скорее всего, здесь у нас будут дрифт соревнования, а тачка у нас под дрифт не подходит абсолютно, так что это вдвойне будет интересно сейчас посмотреть вообще, как всё это мы сейчас будем с вами проходить. Ну, едем мы, кстати, в порт, вот он впереди такой красивый, прям, да, классно выглядит. Ну, станк, ну, штаб, неплохо едет, прокачал я его нормально. Так, всё, я одно задание ещё и плюс ко всему выполнил. Впереди у нас копы. Ну, они проехали нормально, но днём, кстати, их очень-очень мало, ребят, прям реально очень мало. Только сущняка получается закинуть машину. А, чё, прям вот так вот напрямую, да, к нему надо? Ну, окей, скольжение, да, действительно, скорее всего, будет дрифт, но тут я смотрю кучу всяких мест, где можно прыгнуть. Ну, давайте поглядим, как тут избы делают. Задание началось, скольжение. Интересно, о чём он сам ездит? По-любому, какая-нибудь скайлайн. Это, Мазда, неплохо выглядит, кстати. И по-здрону его снимают. Нормально, чё. Непонятно, правда, к чему был этот ролик, но ладно. Ой-ёй-ёй-ёй. Привет. От Лукаса, да? Да, ты хотел встретиться. О тебе много говорят, и, видимо, есть причина. Ты вроде не фанат гонок. Да, не фанат. Я больше ценю гладкость вождения, не скорость. Давай на пассажирское. Я тебе покажу. Ммм, даже так? Чё, как типа в этом? Тест-драйв Unlimited. Так, прибавим газу, чтобы резче входить в повороты. Что бывает и в дрифт? Нажми на газ и рули. Добавь ещё газу, чтобы удержаться. Давай ещё. Жмём на газ и рулим. Затем поддерживаем скорость. Ещё разок. Жмём на газ, потом ещё. И руль вбок. Нифера, как близко прошёл. Так, хватит болтать. Кому-то пора за руль. Ты чё, мне свою дашь тачку, что ли? Сначала разберёмся, как дрифтовать. Дави на газ и контролируй движение. Ух ты, нихера она как. Я извиняюсь, конечно, но чё-то она какая-то чересчур резкая. Не привычна весьма. Но потом её переставить обратно очень сложно. У нас с ручника проще заходить. Да, не могу, ребята, пока. Ну, нормально, нормально. Ой, блядь. Не очень. Надо тебе научиться держать дрифт. Ну, естественно, я в машину-то не могу с одного подхода вкататься. Если не врезаться, получается куда-то лучше. Да пошёл ты нахер, козлина. Под руку-то мурчишь, я тебе половой тряпкой твоей, которая у тебя на голове растёт, рот за твой заткнул. Отличное вождение. Попробуй ещё. А, там ещё в течение секунды надо удерживать. О, она чё. Полутора даже. Да, сука, она выпрямляется. Тебе нужно разогнаться. Бонус за близость. За интимную, что ли, близость. Да, сука, она выпрямляется. Давай ещё. Она вроде бы под риф настроенная, да, но она выпрямляется прям жёстко. Только не на мустанге, пожалуйста. Он вообще боком не поедет. Чё, сколько там достичь? И вот, вообще, в идеальном месте вы просто написали, прям за флагом. Ещё бы за контейнерами где-нибудь поставили метр. 20к нам набрать. Ух, ё, чё, это диоды, что ли, совсем? И 20к. Он только за руль сел. Мне нравится твой стиль. Это типа за круг на дочерик набирать. Ой, я ещё сигналить научился. Нормально. Не, надо вкатываться, ребят, всё нормально. То есть, если просто понимаешь, как машина идёт, да, то нормально. У тебя здорово получается. Ё-ка твою мать. Сука, блядь. Ребят, извините. Всё попадало нахуй. Ай, какая адовая игра. Ай, я просто в шоке. Так, нужно количество очков мы набрали. Она реально как-то вот прямо слишком чересчур едет. Она на мой мустанг похожа. То есть, больше такое ощущение, что она не по 3D заточена под гонки на прямой. Всё, и дальше вот она, ну, ни в какую не хочет. Её просто прямо тянет, и всё. Ну и хорош, 50 тысяч набрали нормально. Ну да. Всё, хватит. Давай мне там что-нибудь, какие-нибудь детали, да, я поехал. Давай. Скольжение. Шины для дрифта. Неплохо. И всё, что ли? Заскочу в гараж и подберу тебе новые шины. Посмотрим, на каком ты будешь уровне с хорошей экипировкой. Спасибо. Не за что. На беру как всё будет готово. Неплохо. Так, ну и нам, как я понимаю, вот как раз-таки открылись вот эти вот все награды. Там типа дрифт-триал вот этот так называемый, да. То есть, мы там должны дрифтовать. Но у нас машина вообще, я смотрю, жёстко не подходит. И прям нужно нам её в дрифт переделывать. Очень-очень серьёзно нужно её переделывать в дрифт. Так, ну давайте мы зайдём, наверное, сюда. Попробую, может быть, поставить дрифтовые шины. Такая дрифт-серия у нас, давайте, сегодня будет. Не знаю даже, каким ещё образом машину вообще можно здесь в дрифт перевести. Потому что там в основном у нас только были под бездорожье, под кольцевые гонки и непосредственно под стрит-рейсинг, так называемый. Хотя, чем кольцевые гонки от стрит-рейсинга отличаются, вообще не знаю. Какие тут кольцевые гонки, ну, короче, такое. Так, новые машины. А-45 АМГ. Окей. Ух ты, С-5 открылась. Infinity нам открылась. И Land Rover. Ну, вообще, машина, конечно, прям идеально подходящая для Need for Speed'а. Это СВР. Так. Пассивные предметы. Ну, вот, кстати, да, нам экстра вот эта там новая открылась. Там какой-то антирадар. Что-то вот такое, как типа в дальнобойщиках, что ли. А почему здесь нету ничего? А, вот он, десятку стоит. Искажает данные о радарах, мешая полицейским найти вас. Да и пошли они нахрен, пусть они находят. Я не хочу на это тратить деньги. Так, шины, ребята, где тут у нас меняются шины? Они у нас меняются, как я понимаю, здесь. Запчасти для дрифта. Окей. У нас есть шины для дрифта. Вот они у нас. Две с половой обойдутся. Поставим. Так, может быть, пробежимся. Выхлоп. Но он только показатели-то, по сути, меняет. И все, может, по трансмиссии что-то здесь ничего нету. Здесь у нас хорошее стоит. Так, ну и здесь дифференциал для дрифта. Ух ты, ничего себе, она 16 меняет. У нас на 16 пунктов сносит просто вообще в кашу. Индекс производительности. Ну, это прям зато тачка будет дрифтить. Но я не знаю, блин. Ну, давайте, ладно, поставим. Как я понимаю, в принципе, у нас это уже будет тогда в инвентарь падать. Потому что это у нас есть. И мы в любой момент это можем свапнуть. И все у нас будет работать. Так, установлено. Здесь у нас все установлено. Так, шасси. Точнее, подвеска. Ну, давайте тоже мы ее сделаем для дрифта. Прям такой у нас конкретный будет дрифт-корч. Тормоза ставим такие, как есть. В остальном, в принципе, больше нам тут ставить-то и нечего. Ну, вот коленвал можно прошлый поставить. 13 тысяч он стоит. А зачем я купил дубликат? Вот полудурок. Ух и дебил. Только зря деньги потратил. Что-то поторопился, ребят, извиняюсь. Так, эбушка. Прошная. Уже используется. Короче, не понимаю пока, в чем здесь прикол. Спорт, прок. Ладно, насрать. Поехали. Все, я хочу дрифтить. В день мы выходим. Сейчас мы с вами опять телепортируемся на то самое место. Такая регги музыка. Сейчас буду играть, если она вообще будет не ехать никуда. Просто будет там, не знаю, херни заниматься какой-то. Ну, так вне форс-пиде могли такое придумать, чтобы от запчастей у тебя зависела вся вот эта история. Не от того, что у тебя там стоят эти самые какие-то запчасти там хорошие. Что-то такое. Так, у нас тут сюжетка новая, я смотрю, идет. Ну, нам прямо одиннадцатый уровень репутации нужен. Надо будет гараж открыть там в порту, недалеко, чтобы можно было сразу туда тэпаться и без проблем уже выезжать на задание, так скажем, наше дальнейшее. Так, ну что? Да иди ты в сраку, ты меня уже задолбала. Так, опа. Хорошие новости. После гонки с лихачами о нас заговорили. Если все еще хочешь в Лигу, это наш шанс. Да, хочу, но после случившегося... Слушай, тот гад забрал мою тачку, но я не сдамся. Я верну машину и буду снова в деле. Есть тут одна команда, которая всех рвет в пух и прах. Называют себя дрим-киллерами. По слухам, Лига их заметила. Давай надерем им зад и займем их место. Когда начнем? Ты для них пока никто. Иди и заработай репутацию. Я буду на связи. Как он жестко-то входит в повороты, ребята. На дрифт херне-то это его таскает нормально. Слушай, а этот штемп, короче, он в каком-то другом месте теперь появился. Вот он. Ну, можно что днем, что ночью, в принципе, пройти. Так, а тут у меня гараж-зак. Ладно, давайте попробуем сначала дрифт-риал вот этот пройти. Может быть, мы что-то там заработаем. Прямо на дрифтить стало. А вообще, смотри, что творит. Аравский тупо дрифт исполняет. Ха-ха-ха. И заодно проверим, а настолько ли вот эти реально индексы производительности здесь они влияют вообще на то, чтобы можно было там дальше как-то играть адекватно. Дрифтим неплохо. Сука, опять БМВ по-любому через двойную сплошную поворачивает. Давай, поехали. Кольцевую гонку мы эту проходить не будем. У нас сейчас сегодня дрифт-серия, поэтому... Наручнички-то стоят как бы это самое. Чуть повнимательнее быть. Хай. Ну, как дела? Да нормально. Ты норм? Да. Не хватает дачки, да? Просто ужасно. Уже подумываю бы на детский карт с участка моего соседа. Он розовый и с педалями. Как быстро он может ехать? Да мне насрать, сука. Давай, запускай. Только что, пять минут назад, с ней разговаривали. Она опять нам наяривает и просит поболтать. А это что, то же самое, что ли? Или что, именно по ним дрифт-дуэль? А где второй соперник? 30 тысяч нам надо. Нет, это уже значит что-то другое. Ну, попробуем. Я думаю, у нас получится. В принципе. Три круга, тем более. Ё-моё, вообще нормас же. Чуть дождь идёт. Ну, хорошо идём. Перекладочки она хорошо делает. Ручничок просто нажимает чуть-чуть. Давай, поехали. Да. Вроде полностью в дрифт у нас машина переэтованная. А всё равно прямо едет. Капец. За один круг просто наврал. То, что нужно. Добавили бы преждевременное завершение. То есть, ну чё, б не смысл наяривать по три круга, если я уже этому прошёл всё испытание. Так, чистый скилл покачать. Двигателю плохо, он не вывозит. Он слабенький для этого. Машина-то может быть потенциально для дрифта и пригодна, но... Бежок слабый. Я думаю, в принципе, 30 тысяч я бы набрал на гоночной своей комплектации и вообще без каких-либо проблем. А чё мне бонус за близость не дали? Я ж прям там вообще... на тоненького просто прошёл. Да, не дрифт, конечно, а чё попало. Нормально кормой так. Кизмодёк. Двести штук набрали, неплохо. Ммм, 11 тысяч, неплохо. Сам с собой что-то, короче, сфоткался, как дебил выглядит. Окей. Это задание мы завершили. То есть, ну, по факту, это как бы тоже такие, знаете, обычные, совершенно абсолютно пустые задания, абсолютно неинтересные. И вот оно у нас здесь ещё одно. В таких вот потенциально дрифт-местах они у нас преобладают. Но дальше что, ребят? Нам остаётся только добраться до него ещё раз. Сейчас мы просто в эту область тогда с вами переместимся. И уже непосредственно к нему отправимся сами. Ну, я не знаю, я думаю, у нас получится. То есть, в принципе, у меня тачка-то слабая даже для этого задания была. И там 30 тысяч всего лишь был, так скажем, порог для победы. Ну, попробуем. Может быть, получится действительно сейчас выполнить это задание вообще на просто изёвой тачке, которая у нас в половину, можно сказать, там слабее. Ещё что вот я заметил, когда машина пробуксовывает, вот обратите внимание, давай сейчас даже прямо остановимся, да вот даже когда тормозит, у нас след от резины, он несколько уже, чем сама резина. То есть, ну... Такое, конечно. По ширине не совпадает. Переднее ещё уже. Такое ощущение, что у Лас-Вегас какой-то, как будто сейчас вот там был в той стороне. Как тебе статус знаменитости? Справляешься со всем этим вниманием на улицах? Работаю над этим. Хорошо. А то я вижу всё больше патрульных машин в этом районе. Коп заходил посмотреть на мои бумаги, убедиться, что я проверяю права. Искал предлог, чтобы закрыть мой гараж. Но его же нет, да? Они пока просто не нашли повод. Знаю, тебе нравится внимание, но это не всегда на благо, понимаешь? Слава освещает всех, кто тебя окружает. Прости, я не хотел. Ладно, забей. От себя я позабочусь. А она, слава богу, больше не гоняет. Не говори ей, что я так сказал. Просто знай, во что ввязался. Понял. До скорого. Ну давай. Пан или пропал. Интересно, пан или пропана. Я ждал, что ты вернёшься. Первая трасса была для раскачки. А это уже другой уровень. Посмотрим, как справишься. Ладно. Ну попробуем. Я думаю, мой мустик справится. Тяжеловато ему, конечно, было, да, тронуться, зацепиться. Неплохо, но можно лучше. Да я только начал, где-то ты о чем говоришь-то вообще. Вот это мне по душе. Да я сам что-то в шоке, что с такой угол сделал. Да, из меня, конечно, дрифтёр просто пипец. Ну ребят, как могу реально. То есть тачка выпрямляется постоянно. Она боком абсолютно не идёт. Ну вот максимум, что я могу себе сделать. Я пытаюсь, то есть, её как-то там побольше, так скажем, закинуть, но она вообще ни в какую не даётся. Сука, ты не можешь не урчать мне под нос, а? Так, ну в принципе, да, мы реально за два круга, наверное, сделаем программу минимум. Всё как надо. Ребят, правда, хочу, чтобы она лучше ехала, но она не едет лучше. Я, в принципе-то, понимаю, как здесь дрифт в этой игре работает, да? Я стараюсь как бы там её подловить, чтобы она поровнее ехала, там поровнее как-то шла. Но она выпрямляется, сука. Либо, ну вот, просто делается, как сейчас вот было в предыдущем повороте, что она ну никак не хочет закидываться, хоть ты тресни. Вот что ты с ней не делаешь, она не хочет. Уже с ручника пытаешься, её никак не заносит, вообще никак. И всё, и вот опять она выпрямилась, и всё, и просто она едет прямо. Я жму ручника, а она едет прямо. Ну что это такое? Ну как могу, ребят, правда, как могу. Всё, её начинает раскачивать, а потом после того, как она эту раскачку словит, она выпрямляется, едет прямо. А надо поворачивать, а она прямо едет. Здесь вот такая героя на парне. Тебе хоть сколько-нибудь было сложно. Наверное, скорее всего, просто она под дрифт не подходит. Несмотря даже на то, что Див поставил дрифтовый для неё. То есть она прямо едет спокойно, то есть её никуда не заносит, да? Она как бы может дрифтить в повороте, но не более того. Чтоб им как-то это держать. Просто такие повороты. Ох, ты 118 тысяч набил, неплохо. Это же 120. Нормально. Мне бы сейчас злиться, но это было просто загляденье. Похоже, мне нужно браться за дело всерьёз. Он мне даже на него не смотрит, а он фоткается с ними. Испанский стоит. Ну вот, то есть в принципе, да. То есть, что было у меня рейтинг 144, а надо 220. И вообще никаких проблем нет. То есть абсолютно спокойно я всё это выполнил. Вообще. Без напрягов. Так, ребят, давайте мы попробуем собрать вот эти штуки. Стрит-арт это здесь называется. Наклеечки какие-то мы тут собираем. Это же насколько пустой здесь мир в игре, да? Что мы не ищем какие-то машины или ещё что-то. Какие-то там запчасти от машины ищем. Мы просто, сука, ищем наклейки, за которые нам потом дадут тачку. Это просто гениально. Ну что, ребята. То есть, в принципе, наверное, в следующем, что я буду делать, я буду проходить вот эти все гонки. Постараюсь их, по крайней мере, пройти. Для того, чтобы, ну, хоть как-то более-менее можно было составлять конкуренцию. Ну и плюс ко всему, здесь, конечно, ночью гонок не так уж и много, как хотелось бы. Но, тем не менее, они здесь тоже присутствуют. Их тоже нужно обязательно пройти. В общем, ребят, на этом всё. А далее мы с вами увидимся, ну, уже в следующей серии. Пойдём мы с вами дальше по сюжету. Будем гоняться с этой замечательной Анной. Будем гоняться с новыми ребятами, с новой командой. Ну и, скорее всего, там уже видео будут выходить на полной версии игры. Всё, ребят, на этом всё. Спасибо вам всем огромное за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну а с вами был Алексей. Желаю всем хорошего настроения. Всем огромной удачи и пока. И совсем скоро мы с вами снова увидимся.